Ну что ж, мы продолжаем наш разговор о матче сборной России и Словении в рамках отборочного этапа чемпионата мира. Наша команда добилась победы со счетом 2-1, и после этого я решил разобрать данную встречу с точки зрения статистики. Я подсчитал количество техник тактических действий у всех наших игроков, процент брака и подвел какие-то итоги. Поставил оценки по 10-бальной шкале. С результатами давайте сейчас вместе ознакомимся. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы зарегистрируетесь по ссылке в описании и введете промокод, указанный там же в описании, то получите 3 бесплатные ставки. Так что дерзайте, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну а мы переходим к оценкам наших футболистов. Антон Шунин. Оценка 6,0. Ну и хотелось бы отметить, что Антон не виноват в пропущенном мяче, но он слишком часто ошибался на выходах. В одной из этих ситуаций Бохар мог забивать нам мяч, но там Семенов и Марио Фернандес заблокировали его удар. Кстати, вот Марио Фернандес. 48 ТТД, 14% брака, оценка 7,5. В принципе, в обороне был надежен. Как я сказал, он вместе с Семеновым заблокировал удар Бохара в опаснейшей ситуации. Ну и в атаке Марио тоже был достаточно активен. Отметился, во-первых, хорошей передачей на Жамалединова, когда вывел Рефата практически на рандеву с Галкипером. Плюс Марио мог забивать сам, но не повезло. Георгий Джики, 42 ТТД, 20% брака, оценка 7,5. Был надежен в обороне и при этом имел шанс забить во время стандарта. Мяч попал к нему, но его хороший качественный удар, к сожалению, потащил облак. Андрей Семенов, 49 ТТД, 13% брака, оценка 7,5. Провел хорошую встречу пару раз, буквально спасал нашу команду, как я сказал, заблокировал удар Бохара. Плюс был момент, когда Ловрич мог создать голевой эпизод, но Семенов там разрядил обстановку. Федор Кудряшов, 43 ТТД, 17% брака, оценка 6 по 10-бальной шкале. Все-таки центр защиты это не его позиция, и по этой игре было видно, что Федя чувствует себя не в своей тарелке. Часто ошибался, именно из-под него Ильич забил единственный гол Словенцев. Плюс именно Федя упустил опасный прорыв Куртича на своей позиции, который также мог закончиться взятием ворот. Ну и плюс были другие косяки. Юрий Жарков, 38 ТТД, 33% брака, оценка 7 по 10-бальной шкале. Староват все-таки Юра, это нужно признать, в атаке был малоактивен. Нанес один не самый удачный удар, плюс к этому вывел Дзюбу на хорошую позицию в начале встречи. И по сути-то все. В остальном мало чем запомнился. В атаке, то есть он был так себе. В обороне вроде как без косяков, но что характерно, он трижды фалил. То есть не всегда успевал за соперниками. И вообще на 68-й минуте пришлось его менять, потому что слишком уже устал Жарков. Далер Кузяев, 46 ТТД, 12% брака, оценка 7,5. Показал свою универсальность во всей красе. Был полезен и в полузащите, и активно включался в атаку. Был лучшим нашим креативщиком. С тремя обострящими передачами, одна из которых стала голевой. Магомед Аздорев, 39 ТТД, 31% брака, оценка 7,5. Провел полезную встречу для опорника. Сделал сразу три отбора и пять перехватов. По обоим показателям он лучший футболист в обеих командах. Ну и в целом был полезен, но все-таки парочку раз ошибался позиционно. Поэтому балл не самый высокий. Могло быть еще выше. Александр Головин, 24 ТТД, 14% брака, оценка 7,5. Многие раскритиковали Сашу, и многие считают, что он провел слабую встречу. Но на мой взгляд, здесь он был полезнее, чем в игре против Мальты. Где, кстати, Головина признали лучшим футболистом встречи. Во-первых, в обоих голевых моментах, именно с передач неудачных или с удара Головина, начиналась голевая фаза атаки. То есть, да, получается, что его прострел заблокировали, и его удар с рикошетом залетел в перекладину. Ну, скажем так, немножко повезло. Но так или иначе, Головин старался обострять, и его обострение в итоге привели к забитым мячам ворота словенцев. Ну и плюс, первый стопроцентный момент, когда Джеки бил поворотом облака, был создан с углового Александра Головина. Поэтому здесь, в принципе, я его оценю достаточно высоко. Артем Дзюба, 50 ТТД, 22% брака, оценка 8 по 10-балльной шкале. Великолепный матч от Дзюба, без вопросов. Настоящее доминирование в штрафной площади соперника. Два забитых мяча. Великолепная общая статистика. Там, 7 выигранных верховых единонаборств. Несколько хороших обострений. Соперники от Дзюба буквально отлетали в этой встрече. В общем, потрясающая игра и дубль. Это только вершина айсберга. Здесь, в принципе, Артем был очень полезен. Ну и Арифаджи Малединов, 35 ТТД, 20% брака, оценка 7 по 10-балльной шкале. Был активен впереди в своей дебютной игре. В основном составе сборной пытался создавать моменты. Дважды у него был шанс, чтобы забить, что является хорошим показателем. То есть был настерен, постоянно искал свободные зоны, но, к сожалению, реализовать эти моменты не сумел. А так, может быть, стал бы еще одним героем встречи, как и Дзюба. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.